так дорогие друзья поставила варить яйцо хочу сегодня сделать лаваши начиненной и поставили варить голову открывать не буду потому что уши кое-как загнули чтоб влезла в кастрюлю и муж сушит сухари и хотит сделать квас детям нравится квас из черного хлеба мы делаем нравится вот делаем так что готовим всем добрый день дорогие друзья у нас сегодня четверг он называется чистый четверг всех поздравляю с этим праздником ну а я сегодня вчера так и не получилось мне заняться помидорами уже уставшая была сегодня хочу заняться все таки этими помидорами пересадку сделать и вот так и хотела у вас спросить советом чем вы подкармливаете клубнику сейчас она у меня по ходу нынче 5 клубника замерзла и что-то думала купить рассаду земляники сейчас клубника начнет выходить чем вы ее подкармливаете если кто может посоветуйте пожалуйста но лучше советуйте найти не под видео а в личку напишите мне потому что бывает времени нет зайти посмотреть сообщение что мне этот цветок не нравится ладно всем хорошего дня так варится моя свининка я периодически снимаю пенку беру тарелку он тебя на хлеб ставлю и пенку снимаю уже много пенки сняла потом тайсону ее буду варить и туда добавляю в кастрюлю вот так вот немножко уварилась немного утонут она сварим вкусняшку так ребятки решила приготовить салат у меня есть лук зеленый есть три огурчика и есть свежая капуста правда дорогая магазин покупала вчера ну вот она вот такая вот сейчас верхние листья сниму отдам морской свинки и нашинкуем салатик по быстренькому что-то так капустного салата захотелось и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, капусточку я нарезаю. Сейчас наша задача хорошенько ее посолить и помять. Кто хочет ручками мнет, кто как будет мять, я всегда переминая руками. Что, приступаем? Все, нашу капусточку мы помяли. Убираем ее, пусть немножко постоит, напитается соком. Тем временем я помыла огурчики. Отрезаю попки, отдаю морской свинке. И сейчас будем нарезать мелко-мелко огурцы. Чем мельче, тем лучше. Пока режу салат, решила с вами немножко поболтать. У меня сегодня муж режет петухов. Больше так у нас никто и не хотят петухов покупать. Поэтому я решила их зарезать. Кто держит курей, те знают прекрасно, что у своих курей мясо очень жесткое. Я его хочу просто этих курей полностью отварить, отобрать. Мясо от костей и перекрутить, и по контейнерам разложить. Вот поеду потом в город, хочу купить одноразовый контейнер, и по контейнерам, или по пакетикам можно разложить. А, ты болеешь, Ванечка. Огурчик хочешь? Ваня на улицу просит, а он болеет. На тебе и Марине огурчик. Аккуратно. Поэтому я их не отпускаю, ни Ваню, ни Марину на улицу не отпускаю. И вот хочу перекрутить, и по пакетикам. Потом где-то, когда макароны будешь варить, мясо можно добавить. Потом еще что-то. Огурцы уже, кстати, нарезала на салат. Сейчас буду мыть лук. И буду пшенковать. Да что-то так, знаете, захотелось из свежих овощей салата. Да, многие заметили, что у меня видео с большущим опозданием выходит. Да, ребят, я решила, что когда я себя буду плохо чувствовать, я в эти дни вообще ничего снимать не буду. Потому что с таким настроением, с плохим, и вам не нравится, и потом комментариев очень много. Поэтому буду снимать. Когда я себя хорошо чувствую, я снимаю. А когда я буду плохо себя чувствовать, потому что я поняла, что это перепады самочувствия будут теперь у меня, мне кажется, постоянно. Поэтому я буду в плохие дни самочувствия, и я ничего не буду снимать. Так что вот как-то так. Мою лук. Кто там пришел? Да нет, уже я на салат порезала все огурчики. Оксаночка у меня гуляет. Ну, а я дальше нарезаю лук на салат. Так, Оксаночка, у тебя ручки сейчас грязные, так как ты гуляешь. Иди давай гуляй. Папа! На улице моросит дождь, но они там, она на летней кухне, там папа этого петуха разделывает. И Оксана тоже там прибегает, кричит, мама, папа Петручча зарезал. Я говорю, да папа не Петручча зарезал, а его на сыновей, получается, зарезали мы. Чего их никто не покупает, а зря кормить тоже не хочется. Я надеялась, что у меня таких красивых петухов купят. Ну, а что-то... Ну, мы пока сегодня не всех же зарезали, мы несколько зарезали. Там еще петухи остались. Если кому-то нужны петухи, обращайтесь. Продам с большим удовольствием. Потому что жалко резать, они такие, блин, собака красивая, что просто полный кобздец. Так скажем, что... Ладно, делаю дальше салат, потом поговорим еще с вами. Ребята, у меня закончился майонез, поэтому сейчас буду делать свой домашний майонез. Ладно, сделаю, покажу, что получилось. Все, положила все ингредиенты, будем делать майонез. Все, ребята, сделала я майонез. Вот такой густой он у меня получается. Спасибо еще раз хочу сказать Оле с Антоном за блендер, за рецепт такой классный. Мы теперь стараемся редко-редко. Вообще, в последнее время не покупаем это. Тут я в Перму езжала, и масло было плохое, а майонез у меня не получился. Он как вода, представляете, получился. Из-за того, что масло как вода прозрачное было. И поэтому пришлось им покупать. А так, видите, такой густой майонез. Поставь, и ложка стоит. Так, дорогие друзья, продолжаем делать салат. Огурец нарезала, капусту нашинковала. Кто с чем любит такой салат? Я люблю с майонезом. И дети мои любят с майонезом. Многие делают с маслом. Особенно, знаете, вот с этим нерафинированным, с вонючим маслом, как я его называю. С ним вкусно, но у меня такого масла закончилось, поэтому я буду делать с майонезом. Сейчас все это перемешаем. Добавлю майонез, соль. И можно будет кушать. Вот такой вот, ребята, у меня вкусный салат получился. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли тоже перекусим. Дорогие друзья, бегу на автобус. Совсем забыла, что мне Илья с саликамским автобусом отправилась в правку. Надо ехать, встретить бегу. Посмотрела время без 10. Быстро оделась и лечу сейчас на остановку. Поэтому бежим, бежим, бежим. Сижу на остановке, жду саликамский автобус. Должен скоро подъехать. У нас как на злодождик идет на улице. Так холодно. Я налегке оделась, выскочила бегом-бегом. Ну, ладно, сейчас заберем справочку и поедем домой. Смотрите, ребята голуби гуляют. Они тут хлеб-корочки нашли и клюют его. Классно. Вот этот вот вообще светлый танцевал. Сейчас крутился в разные стороны. Так смешно было. Пока телефон доставал, он уже прекратил крутиться. Знаете, что делать с сухариком? Как будто играет. Один ко мне тут вообще подошел. Раньше, помню, много так голубей было. Сейчас вообще почти не осталось. Один-два и обчелся. Смотрите, сел рядом со мной на скамейку и подходит ко мне близко. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. У меня, как назвал, не семечек. Ничего с собой нету, чтобы дать ему. Такой красивый. Красота. Там он ходит куда хочет. А этот рядом со мной. Тут и не улетает, ведь не боится. У него шея так классно переливается, ребят. На камеру все равно так не видно, как вот на его. Вообще красота. Какой ты красавый. Так, приехала я уже с автостанции. Что взяла? Печенье овсяное. Очень любим их с чаем попить. Дальше увидела кусок сала копченого опять. Взяла вот такое копченое сало. Очень вкусное. Сушки взяла и молоко. А, там еще вон печеньки. Вот еще печеньки. Вот в целом все покупки. Купила еще два лекарства. Бронхорус и сироп солодки. Знаете, пакет упал и разбился сироп солодки. Вообще, прямо до чертиков жалко. Ну ладно, что теперь. Бронхорус-то целая коробка. Оно в коробочке то, что было, оно не разбилось. А сироп солодки то, что там без коробки, оно сразу разбилось. Но ничего страшного. Так, дорогие друзья, у меня муж зарезал трех петухов. Сейчас буду разбирать это мясо по пакетам и в морозилку убирать. И пошел еще резать петухов, потому что кормить просто их не хочется зря. Так, дорогие мои друзья, приступаем к разделке мяса. Так, приодеть этот вот, чтобы сильно не пачкать. У Егора сухарики, у Егора в комнате. Чтобы не запачкаться, оденем. А я, что-то там Егору воню. Прошу прощения. Чтобы лишний рот не кормить в сарайке, мы решили всех петухов зарезать. Все равно не могу продать. И мы их режем, колбасим. Потом буду отваривать, отбирать от костей постепенно. Каждый день, когда печку буду топить, буду варить. От костей отбирать. И это в морозилку слаживать. Вареное мясо. Потом можно хоть куда. Просто за раз мне все это не сварить, понимаете? И морозильной камеры, как вы понимаете, у меня тоже нету. Сегодня как совраски весь день. Одно, второе, одно, второе. А до рассады никак добраться не могу. Надо сегодня рассадой, вот край заняться. Кто подождет пока? Мне некогда. Ну вот и разбираем мяско все. Сейчас нужно ведро освободить, потому что... Я его тут замачивала уже в нескольких водах. Все это мясо замочила. Сейчас освобожу мужу ведро, отдам. Владик, ты? Нет, не Владик. Идать, ибурка вышла. Я его уже мыла, это мясо. Просто я в нескольких водах мою, потому что, сами понимаете. Мясо, оно любит, когда его много моют. Печень, поучки, легкие, все это в ход идет. Петухи, по идее, хорошенькие были. Вот, считайте, куриная ножка у него. Петушинная ножка. Надо сказать, не куриная, а петушинная, да? Ну вот, куриное, из своей курицы мясо, оно жесткое. Его надо, вот если только варить и перекручивать, и потом в морозилку, в пакетики разложить или по контейнерам, или пакетики. И, да, хорошо. И потом вот добавлять макароны, например, сварил, добавил в макароны, или еще куда-то, вот так вот нужно. Так, вон, видите, какая грудка куриная. Петушки, это у нас прошлогодние, которые петручины дети. Петруччу-то мы самого не убрали, петручу мы оставили. У петруча красивые цыплята получаются. Да и я, наверное, осенью их всех продам. Их чулок больше на зиму оставлять, ни курей, никого. Все. Сейчас разложу это по пакетикам и морозилку. Хотя у меня морозилка, ребята, битком. Вот уже муж на меня ругается, что я куда вот мясо столько набираю. Я ему уже намекаю, я говорю, надо морозильную камеру. Ну вот надо морозильную камеру. Он, что-то ее купишь, она дорого стоит. Я говорю, ну надо как-то из положения-то выходить. Что-то она придумала, что-то надо делать. Ладно, убираю мясо. Так, дорогие друзья, распикировала я помидоры. Но это не все еще у Егора в комнате. Сейчас буду просто заниматься уже разделкой мяса. Муж еще зарезал петухов в общей сложности. Сегодня он семерых зарезал. Говорит, там еще три петуха. Короче, отдурить не встать. Сейчас успеваю варить и разделываю это мясо. Но пока все равно я все не смогу сварить. Поэтому сейчас разбираю и убираю в морозилку. Ребята, я сегодня весь день как совраска. То сначала сейчас рассаживала, пока муж там режет еще петухов. Я рассаживала помидоры, перцы. Посадила в дыню арбузы. И посадила бархатцы и настурцию. Бархатцы я всегда на грядках тоже. Где лук, да что сажу. И по краю грядок сажу бархатцы. Сейчас надо перемыть опять все мясо. И поубирать по пакетам. Уже честно, в морозилке места нет. Но я это мясо буду варить, перекручивать. И потом слаживать в пакетики. И будет готово уже мясо. Каждый день понемногу буду печку. Буду все равно тупить, чтобы кушать, варить. И также сразу буду перебирать это все мясо. Потому что оно жесткое. Так, ладно. Ребята, вот такие вот у меня дела. Егор, а ты яички принес. Все, молодец. Где ты порезал сильно? Нет. Вы что, меня одна вчера палец себе резанула. Хлеб отрезала на квас. Папа ее попросил хлеб нарезать, чтобы подсушить и квас сделать. Я нарезала хлеб и палец себе порезала. А сегодня второй пришел. А, постирать тебе на. Сейчас подожди, Машенька. Я мясо разберу и поставлю стирать. Хорошо? Короче, разрываемся. Ладно, ребят, разбираю мясо и убираю. Да е-мое. .